Многие люди спрашивают, что такое прикладная кинезиология. Рассказывать про это сложно и непонятно, проще показать. Вот мы имеем пациента, кладем его в горизонтальное положение. Заранее я собрал анамнез жизни, жалобы и все такое прочее. Теперь нам нужно определить, какие органы у человека в проблеме. Затем выяснить, из-за чего эта проблема возникла. Работаем мы по этой мышце. Вся информация по здоровью человека записана у него в мозге, на подкорку ганг-лекталамуса, как в компьютере, на жесткий диск. С этой информацией мы будем работать через рефлекс вот этой мышцы. Сначала проверяем исходные параметры. Такое положение. Я держу, пациент напрягает эту мышцу, тянет коленку на себя. И нормальный тонус опускаем, делаем вот так, еще разок. Это считается нормальным рефлексом. Нога должна ослабнуть кратковременно. Теперь мы смотрим лист организма. Пальцы вот сюда. На себя коленечку тянем. Сам мужчина достаточно сильный. Бойбой занимался в свое время и сейчас занимается. Но мышцы не работают. Если мы руку отсюда уберем, тяни коленочку на себя. Видно, да? Вот так рефлекторным образом мозг отвечает на рефлекторный запрос. В данном случае у него проблемы с полостью носа. Проверяем полость рта. Пальцы вот сюда. То есть человек ставит пальцы на проблемные органы. Рецепторы, которые находятся на ладонной поверхности, улавливают электромагнитный сигнал. Этот сигнал по проводящим путям глубокой чувствительности идет в таламус. Таламус его обрабатывает. Присылает сигнал на моторную кору, откуда он идет обратно по проводящим путям до мышц. И обратный сигнал мы фиксируем. Та же история. Мышцы слабенько реагируют. То есть у данного человека проблемы в носоглотке. Теперь нам нужно определить, чем это вызвано. Есть такой набор диагностических назодов. Значит тут представлены бактерии, вирусы, одноклеточные паразиты, грибки, гельминты, различные виды воспалительных реакций, гормоны, ну и так далее. Значит мы имеем изначально слабую реакцию на мышцы. Тонус мышц слабенький. Кладем диагностический назод. Мозг идет два сигнала. Один с полости от таза носоглотки, другой с этой капсулы. Если мозг, таламус конкретно распознает вибрацию вот этой частоты в этом сигнале, то значит этот возбудитель там есть и мышца усилится. Независимо от желания пациента. Тимит. Я так и не сдвинул. Стоит мне убрать. Получаем обратный эффект. Вот таким образом мы определяем в каком органе есть проблемы и чем они вызваны. Но называть ее по этическим соображениям не буду. Просто запомню, что есть проблемки. Дальше пошли щитовидная железа. Тяни калиночку. Здесь все хорошо. Два пальчика. Вот эти места. Вот в эту. Это точка давления. Мужчина тоже есть проблемки с этим. Наверное, недосыпь. Сейчас посмотрим. Вторую руку. Вот сюда. В мозг идет в таламус два сигнала. С точки давления и с эмоциональных точек. Если они взаимосвязаны, минус на минус дадут плюс. Мышца усилится. Если эту руку убрать, получаем вот так. То есть давление у него стрессовое. Не досыпаешь? Или какие-то проблемы в семье на работе? Бывают. Всякие бывают. Ну, как у всех у нас. Теперь мы берем... Где же это? Образец биологической добавки. Получаем усиление. Если его убрать, то будет осмотрение. Это стресса. Так. Ну и, собственно, сосудистый компонент. Тоже не помешает. Ангел-люкс. Пошли дальше. Трахея громки в порядке. Легкие тоже все хорошо. Сердце. Вот такое движение на меня только. Сократительная функция миокарда достаточная. Вполне хорошая. Дальше желудок. Желудок. Вяренький гастрит. Такой хронический. Правой рук сюда. Не желчный. Ну и что происходит? Та инфекция, которая в полости рта, она со слюной глотает. Она разъедает ему желудок. То есть пока рот не вылечит, здесь не проедет. Дополнительно ко всему назначаем дегисториум. В переводе это пищеварение. У мужчины отсутствует желчный пузырь. Была пройдена медицинская холецистоктомия в свое время. Поэтому здесь смотреть не будем. Переходим на печень. Печень справляется. На удивление. Гудливер надо пить. Гудливер надо пить. Да, гудливер он принимает. Почки работают. Пишечник работает. Ну вот, собственно, и все. Сейчас посмотрим, чем мы можем ему еще акцентировать наше лечение. На желудочно-кишечный тракт. Гудливер. Фундисток добавим. И самое неприятное для людей. А почему-то никто не любит. Крепкий раствор соли. Полоскать рот, горло. Сомывать нос. Запивать лучше всего эти все капсулы. Чаем банкет. Пищеварительный сбор. Это будет, во-первых, это вкусно. Во-вторых, это будет потенцировать действие наших банк. Вот это все мы вам назначаем. Все, можно вставать.